Трое погибших, четверо пострадавших. Серьезная авария произошла в Юрьянском районе. Об этом не только расскажу прямо сейчас. Вы смотрите «Давича» в студии Елены Чехомова. Здравствуйте. 25 неисправных светофоров насчитала прокуратура в Кирове. И еще выяснила, именно это стало причиной пяти ДТП с пострадавшими. Кто понесет ответственность? У тех, кто пьет, курит и неправильно питается, больше шансов заразиться коронавирусом. Это выяснили американские ученые и даже обосновали каждый из пунктов. Скоростное маневрирование и поездка со стаканом воды на крыше. В Кирове выберут лучшего водителя такси. Победитель будет представлять регион на всероссийском конкурсе. Достаем теплые вещи и убираем урожай. В регионе ожидаются заморозки. А будет ли в этом году бабки лета? Узнаем у специалистов. Три человека погибли в страшной аварии в Юрьянском районе. Еще четверо получили травмы различной степени тяжести. ДТП произошло в воскресенье днем на девятом километре федеральной трассы Вятка. По информации ГИБДД столкнулись автомобили Subaru Legacy и микроавтобус Volkswagen Transporter. В результате аварии три человека погибли. Это оба водителя машин и пассажир автомобиля Subaru. Еще четыре пассажира легковушки были госпитализированы с травмами различной степени тяжести. По факту ДТП проводится проверка. Выясняются причины произошедшего. 5 сентября в 15 часов 20 минут в Юрьянском районе на девятом километре федеральной автодороги Вятка подъезд к городу Кирову произошло столкновение автомобилей Subaru Legacy под управлением 32-летнего водителя и Volkswagen Transporter под управлением 50-летнего водителя. По предварительным данным автомобиль Subaru Legacy двигался со стороны города Кирова и выехал на полосу встречного движения. Прокуратура обязала администрацию отремонтировать неисправные светофоры в Кирове. Так в ведомстве отреагировали на жалобы горожан. В ходе проверки прокурора обнаружили 25 светофоров в аварийном и предаварийном состоянии. Уже зафиксировано из-за отключения светофоров в городе произошло 5 ДТП, в которых пострадали 7 человек, в том числе два ребенка. По факту выявленных нарушений закона прокурор города Кирова обязал директора управления дорожной и парковой инфраструктуры города устранить нарушения. По фактам нарушения закона в сфере организации безопасности дорожного движения прокурором города Кирова в адрес руководства управления дорожной и парковой инфраструктуры города Кирова неисло представление. Вмежательство органов прокуратуры способствовало устранению выявленных нарушений закона. Более того, власти планируют потратить еще 100 миллионов на установку новых светофоров. Об этом сообщает радиостанция «Эхо Москвы» в Кирове. На эти деньги закупят и установят три новых светофора на Щерце-68 и Комсомольской-3, а еще на перекрестке Советской и Парковой. Еще четыре светофора отремонтируют на перекрестках Московской и Горького, Московской Менделеево, Ленина-Тимирязева, производственной Щерца. Закупят также новые камеры фото-видео фиксации. Любители алкоголя, сигареты и жирной пищи больше других подвержены заражению коронавирусом. Такие выводы сделали американские ученые. Они протестировали более тысячи человек и выяснили, у выпивающих людей, во-первых, снижен иммунитет, а во-вторых, праздный образ жизни часто не позволяет поддерживать социальную дистанцию. При курении сигарет и вейпов увеличивается количество рецепторов, которые служат воротами для коронавируса. Также сигареты и электронные трубки снижают эффективность вакцин. Люди, потребляющие продукты с высоким содержанием жиров и сахара, также дольше и тяжелее болеют ковидом, говорят специалисты. Тем временем ситуация в России пока остается стабильной. За сутки в стране коронавирусом заразились около 18 тысяч человек. В Кировской области еще 115 заболевших, а за прошедшую неделю от вируса скончались 12 жителей Кирова и области. В Кировской области выберут лучшего таксиста. 15 сентября в Кирове пройдет региональный этап четвертого всероссийского конкурса «Лучший водитель такси в России-2021». Принять участие в нем могут все желающие водители, работающие в таксопарке или ИП с разрешением на перевозку пассажиров. Конкурс проводится при поддержке Министерства транспорта России. У водителей проверят теоретические знания и практические навыки. Конкурсанты должны будут рассказать об истории региона, о правилах дорожного движения. Спросят у них и о том, как оказать первую медпомощь. На автодроме участникам конкурса предстоит на время устанавливать детское кресло, проходить скоростное маневрирование, а также проезжать со стаканом воды на крыше. Для участия в конкурсе необходимо пройти регистрацию на сайте russia-defis-driver.taxi. Победитель отправится на финал, где сразится за звание лучшего водителя такси в России. Северный воздушный поток обеспечит стабильно холодную погоду на территории Кировской области. К такому выводу пришли метеорологи-любители, но отмечу их данные неофициальные. Основываясь в том числе на информации из Европейского центра среднесрочных прогнозов, метеорологи-любители делают вывод. Маловероятно, что сентябрь в регионе в этом году будет сухим и теплым. Температура ожидается немного ниже нормы. В Кировском гидромедцентре также пока не ожидают бабьего лета. В ближайшие три дня температура будет достигать в дневные часы 16 градусов, но не более. Дождливая погода сохранится. В ночь с понедельника на вторник в некоторых районах возможны заморозки на почве до минус 3 градусов. 8 сентября подойдет очередной циклон, присущим моему фронтами. Ожидаются кратковременные дожди, но температура воздуха немного повысится до плюс 3, плюс 8 ночью и днем плюс 10-15 градусов. 9 сентября опять будет следовать следующий циклон. По всей области ожидаются умеренные дожди. Температура воздуха 5-10 ночью, днем 11-16 градусов. Оперативно следить за новостями можно также на наших социальных сетях, а также пишите нам, присылайте видео. Номер вы видите на экране. Прямо сейчас смотрите прогноз погоды, а в 13.30 продолжение сериала «Проводница». У меня на этом все. В студии работала Елена Чехомова. Всего вам доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин